Я приветствую подписчиков и зрителей нашего канала. Урок 18. Меняем Layout Params в рабочем приложении. Мы умеем создавать экранные компоненты и настраивать для них расположение с помощью Layout Params. В этом уроке разберемся, как изменять Layout параметры уже существующих компонентов. Менять мы будем вес, white. Нарисуем сигба, регулятор или ползунок и две кнопки. И будем регулировать пространство, занимаемое кнопками, используя параметр веса. Создадим проект ProjectName P018DynamicsLayout3. Открываем Main.xml и создаем такой экран. Мы используем компонент сигба. Он похож на полосу прокрутки и позволяет задавать какое-либо значение из диапазона. У этого компонента есть свойства Max и Progress. Max это какое значение выдает сигба, когда он выкручен на максимум. А Progress это текущее значение ползунка. Максимум сделаем 100, а текущее значение будет на половине. 50. Кнопки у нас с шириной по содержимому и вес для обоих 1. Они поровну делят пространство LinearLayout, в котором находятся. Осталось только написать нужный код, чтобы все заработало. Открываем MainActivity Java. Опишем и найдем компоненты и получим доступ к их Layout Params. Мы используем метод JetLayoutParams для получения LayoutParams компонента. Но этот метод возвращает базовый ViewGroup LayoutParams. А нам нужен LinearLayout LayoutParams. Поэтому делаем преобразование. В результате LParams1 и LParams2 теперь являются LayoutParams для компонентов BTN1 и BTN2. То есть, работая, например, с LParams1, мы влияем на BTN1. Сейчас мы это используем. Для SIGBar нужен обработчик, который будет реагировать на изменения. Это мы поручим Activity. Для этого надо добавлять к описанию класса ImplementsOnSIGBarChangeList. А также надо добавить методы обработчика, которые теперь обязаны реализовывать Activity. Обработчик содержит три метода. Из названий понятно, что OnStartTrackingTouch срабатывает, когда начинаем тащить ползунок. OnProgressChanged срабатывает все время, пока значение меняется. OnStopTrackingTouch срабатывает, когда отпускаем ползунок. Мы будем использовать метод OnProgressChanged. Так изменения будут видны во время перетаскивания ползунка. Переменная LeftValue – текущее значение SIGBar, то есть то, что слева от ползунка. Переменная RightValue – то, что справа от ползунка, то есть из максимума вычесть текущее значение. Соответственно, эти значения и используем как вес. Чем ползунок левее, тем меньше LeftValue и больше RightValue, а значит меньше ширина BTN1 и больше ширина BTN2. И наоборот. Также для наглядности в текст кнопок будем записывать значения переменных. Ну и конечно не забываем, что надо обработчик Activity присвоить вью-компоненту, событие которого необходимо обрабатывать. Все сохраним и запустим приложение. Перетаскивая ползунок, меняем размеры кнопок. Выглядит эффектно, я считаю. И кода всего несколько строк. Теперь мы знаем достаточно много, а на следующих уроках попробуем написать первое смысленное приложение – калькулятор. Всем пока!